В залах Чувашского государственного художественного музея открылась выставка от Шумурши до Кенигсберга. В экспозиции 156 фотографий из военного фотоальбома Александра Коновалова. Александр Коновалов родился в Шумуршинском районе. После школы в 1939-м был призван в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. В мае 1941-го поступил в Гомельское военное училище, а спустя месяц началась война. Александр Васильевич награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Я окончил целую школу фото, аварографотограмметрическую, Гомельскую, бывшее московское специальное училище. Меня учили, вот, например, один факт. У нас преподавал фотохимию некий эстонец АГОКАС. Дать вторую жизнь этим фотографиям и сделать выставку решили два энтузиаста. Внук ветерана Александр Плюшков и чебоксарский фотограф Александр Мовчан. В отличие от тех привычных фотографий, которые мы видим в газетах и журналах, это чисто любительская фотография. Там сами фотографировали сами солдаты, которые служили при фотолаборатории, у них была возможность. И мы на этих фотографиях можем видеть, как по-настоящему жили военнослужащие того времени. Примечательно, что стартовала выставка именно 9 апреля, в день взятия Кенигсберга. Фотографии из экспозиции рассказывают о жизни авиаполка и фотоотряда изнутри. Александр Мовчан признался, что со снимками из альбома пришлось повозиться. Маленькие, потрепанные временем фотографии создавались в полевых условиях и не были защищены от пыли и царапин. Пыли было много во время печати. Походная фотолаборатория передвижная, она не обеспечивала герметичности. И пока они там ехали или там, допустим, ветер мог столько пыли собрать. Естественно, им было не до этого, чтобы там заботиться о каких-то этих мелочах. Их задание было делать фотокарты как можно быстрее и отправлять их в штаб. Время идет, и живых свидетелей тех дней остается все меньше. Важно, что сегодня мы можем с ними встретиться и увидеть то, что видели они своими глазами. Поэтому Александр Мовчан, автор нескольких исторических фотопроектов, принял решение продолжать работу над экспозицией. Екатерина Кудряшова, Александр Петров, Республика.